Всем привет! Это видео, посмотрим как идут игры на смартфоне Xiaomi Redmi Note 5A, первая игра GTA San Andreas. Запускаем GTA San Andreas, сразу идут средние настройки по умолчанию, сделаем их максимальными. И посмотрим, как будет работать игра. Если сейчас будет подтормаживать, то графику снизим. Да, игра очень сильно подтормаживает, видите, что ничего нельзя сделать на максимальном уровне графики, поэтому давайте выставим уровень по умолчанию, то есть просто средний. Продолжим. Ну и при таком уровне игра работает очень плохо. Поэтому делаем уровень графики минимальным, и только при минимальном уровне мы можем хоть как-то поиграть в GTA San Andreas. По-другому никак. В общем, игра плохо оптимизирована, вот это железо. И если вы хотите поиграть в GTA San Andreas, то придется удовольствоваться только минимальным уровнем графики. По-другому игра работать не будет. Теперь вторая игра, Real Racing 3. Загружается Real Racing. Загрузился Real Racing. Видим, что графика здесь на среднем уровне, нет отображения в зеркалах заднего вида, но при этом игра работает очень плавно. Видите, что с плавностью нет их проблем, но по графике здесь средний уровень, не самый минимальный, но графика урезанная нормально так. Ну, конечно, работает намного лучше, чем GTA San Andreas. Тут ситуация намного лучше. Закрываем и переходим к следующей игре. Третья игра, Assassin's Creed. Вот, загрузилась и начинаем. Сейчас оценим уровень графики, но я уже вижу, что он средний. Сейчас мы будем смотреть, как игра работает по плавности. По плавности более-менее играбельна, но графика средняя. В общем, Assassin's Creed пока из трех игр запустился лучше всего на средней графике, но при этом работает плавно. А, ну и Real Racing тоже запустился на средней графике и работал плавно. В общем, только в GTA San Andreas были проблемы. В обзоре показывало, как работает Asphalt 8. Там тоже была средняя графика и все работало плавно. В общем, из четырех игр проблемы только в GTA San Andreas. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!